МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Пожар! Выключай музыку! Быстрее выключай музыку! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ребята, там зарожка горит! Пошли, берем бедры, пошли, не тушить! Быстро! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В начале осени 1975 года поездка на картошку для студента 3-го курса факультета иностранных языков Белгородского пединститута Максима Петрашевского закончилась трагически. Парень заживо сгорел в сторожке на краю села. Люди, которые первыми прибежали на пожар, сразу поняли, возгорание не случайность. Дверь помещения была надежно закрыта. Кто поджег сторожку и почему, должен был разобраться оперуполномоченный Геннадий Лукьянов. Стас, ну что там? Смотрите, керосиновая лампа перевернута. Я думаю, пожар из-за нее начался. Труп не на кровати. Наверное, пытался выбраться. Скорее всего, здесь была драка. Вот еще что. Под кроватью нашел. Порванная золотая цепочка. Я думаю, что убийца ее потерял. Это почему? Потому что цепочка нашего парня на нем. Понятно. Хотя, может, и сторож оставил. Может быть. Вот еще что. Пошли покажу. Смотрите, как хорошо видны протекторы шин. Да, очень четкие следы. Дождь. До восьми вечера здесь лил дождь. Не местная, сказали. А значит, следы оставлены после дождя. Иначе их попросту смыло бы. Водителя надо искать, ребята. Водителя. А вы сторож, да? Я сторож. Я делал обход, увидел пожар и сразу уже прибежал. А как здесь студент оказался? Я его пустил. Под обратил душевный. Попросился парень на свидание. Сказал у них все строго. А ему бы с девушкой повидаться. Я его и раньше пускал. Сам ночевал в шалаше. С той стороны поля. Да если бы я знал, что он пожар устроит, разве бы я его пустил? А вот эту вещицу у сторожки нашли. Ваша? Нет, я такие цацки не ношу. У меня редко в гости бывают. Но с такими ценностями не приходят. Да я и убирал перед их приходом. Ничего такого не находил. Студенты, которые приехали на картошку, жили в клубе. В репетиционной комнате поселили девушек, а в спортзале парней. Обычная история в подобных вылазках. Студенты разных факультетов весело проводили время, легко перенося неудобства. В 60-е из-за нехватки рабочей силы и техники страна теряла до четверти всего урожая овощей. На помощь по уборке урожая привлекали заводских рабочих, военнослужащих, школьников и студентов. Здесь, на картошке, начинается их университет. Трудовых норм для них, в отличие от колхозников, не было. Время, проведенное на уборке, засчитывали как работу или учебу по основному месту. Местные часто враждебно относились к городским. Нередко между ними случались драки. Оперативники собрали всех студентов для беседы в актовом зале клуба. Во время переклички выяснилось, что лучший друг погибшего студент факультета физ. воспитания Станислав Голобородько исчез. Ушел с танцев и не вернулся. Оперативники решили поговорить с каждым студентом отдельно. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Присаживайся. Имя, фамилия, факультет? Костя Герасимов. Истфак. У Максима были враги? Я вообще с другого факультета. Он сын Яза. Но его все знали и дружить хотели. У него мама директора универмага. Плюс он единственный сын в семье. Поэтому родителей выбаловали. Ну, это понятно. А вот, скажем, с местными у него проблемы были? Этого хватало. Вот вчера буквально Максим с водителем сцепился. Точнее, водитель с Максимом. А это кто? Водитель председателя. Кто здесь Петрашевский? Ну, я. А че? Хоба через плечо. Я тебя убью, бравь, долевку. Ты меня понял? Хватит. Что? Это твоя, Ленка, шалава последняя. Я тебя найду вечером. Сегодня твой последний день. Понял? Ты нарвался, водила. Завтра с работы вылетишь. А кто такая эта Ленка? Ленка это продавщица. Вот Максим со Стасом к ней проявили интерес. А ее жениху, водителю-председателю, это не понравилось. Спасибо. Хорошего дня. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Нина Матяшова. Факультет физического развития. А скажите нам, пожалуйста, Нина, какие отношения были у Голобородька с Петрашевским? Они были лучшими друзьями. А вы кого-то из них видели в этот вечер? Я была на танцах, но почти сразу пошла спать, потому что у меня разболелся живот. Хотя, когда я перед сном вышла на свежий воздух, я видела, как Стас куда-то шел быстрым шагом, но он даже не обернулся, когда я его позвала. Хорошо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Оперативники искали Станислава Голобородька в городе. Домой он не возвращался, среди друзей тоже не появлялся. Тогда его объявили в розыск. Медицинская экспертиза тела студента Петрашевского установила, что перед смертью его сильно избили. Сломали нос, ребра и несколько пальцев. По показаниям свидетелей, на картофельном поле водитель председателя колхоза Волков успел ударить студента только один раз в лицо. После этого шофера от Максима оттащили. Также эксперты установили, что следы протекторов, найденные на месте преступления, были от колес УАЗика. В деревне насчитывалось полтора десятка таких машин, но начать проверку решили с автомобиля председателя колхоза. Оперуполномоченный Лукьяна. Андрей Волков. С Максимом Петрашевским был знаком? Пришлось познакомиться. Урод. Водитель не скрывал свою неприязнь к убитому, но объяснять причину такого отношения наотрез отказался. Я знаю, я знаю, что из-за девушки все. Только вот времени разбираться, кто из вас больше и нежнее, кого любит, у меня нет. Тут человека сожгли. Я этого не делал, мне больше объяснять нечего. А вот на юридическом языке это называется отказ от сотрудничества со следствием. Петрашевского ты бил днем. Где был вечером, что делал? Да дома я был, телевизор смотрел сам. Следы от протекторов твоего УАЗа идентичны следам, обнаруженным на месте преступления. Что скажешь? Ну и что с этого? У вашего председателя еще машина есть? Есть. Москвич. Его собственный. Вот. Пусть берет свой собственный москвич и катается по полям. А УАЗ я забираю на экспертизу. А вы, граждане Локов, задержаны. До выяснения обстоятельств. Усаживай его, Петя. Извините, а как пройти к прокуратуре? За поворотом налево, а потом прямо. Спасибо. Подозреваемого Волкова из поселка Дубовое перевезли в Белгород. Но на допросе следователю так и не удалось разговорить его. Во время стычки с Петрушевским вы сказали, что это его последний день. Вы с ним встречались после этого? Нет. Где Голобородька? Я не знаю. Слушай, Лукьянов. Сейчас спущусь. Палыч, к нам на прием девушка просится. Приехала из Дубового, зовут ее Елена Семина. Лена? Хорошо. Отведи этого партизана и зови Семину. Послушаем, что скажет. Я хочу рассказать о драке. Присаживайтесь, пожалуйста. Недели три назад к нам на картошку приехали студенты. Я работаю в магазине, они к нам часто заходили, покупали продукты. Максим и Станислав пришли в магазин за тушенкой. Красивая продавщица им понравилась. Я после десятого класса хотела поступать в ИНИАС, но провалилась. Максим сказал, что там учится. Так разговоры завязался. Максим пообещал Елене дать учебники, по которым готовился перед поступлением. И предложил позаниматься с ней по новой методике изучения языков. Девушка предупредила родителей, что будет поздно. Ну и что ты выперся? Стас, а ты чего здесь? Мы же... Ладно, ребят, я, наверное, пойду. Не спишь. Не трогай! Лена, да не волнуйтесь вы так. Я вырвалась как могла. Максим и Станислав влили девушке в рот в воду со снотворным, а когда она отключилась, изнасиловали ее. Ночью они перенесли ее бесчувственное тело на просеку. Там несчастная и пришла в себя под утро. Я даже не помню, как я домой добралась. А почему вы в милицию не заявили? Потому что у нас деревня маленькая, так каждая бы собака знала. Ну ладно, я в город оеду, а мамка с папкой куда? Потом я встретилась с Андреем. Он сразу увидел мои синяки, начал меня расспрашивать. Я сказала, что я упала. Он мне не поверил. Расспросил у моих родителей и узнал, что я не ночевала дома. Устроил мне допрос, и мне пришлось ему все рассказать. Но он тут ни при чем. Когда Петрашевского сожгли, то Андрюша, ну то есть Волков, он меня в Белгород повез, в больницу скорой помощи. После откровенного рассказа Семиной Волкову уже не было смысла что-либо скрывать. Он признался, что в понедельник дважды виделся с Петрашевским. Первый раз на поле, тогда его оттащили от студента. Вечером он разыскал его в той самой старошке. Волков признал, что избил Максима, но старошку не поджигал. Он направился в дом своей невесты. Девушка чувствовала себя плохо, и чтобы не ждать скорой помощи, он решил сам ее отвезти в городскую больницу. Мать девушки подтвердила. Когда загорелась старошка, Волков был у них дома. Так как речь шла о минутах, абсолютного алиби у парня не было. Никто не смог бы просчитать время от поджога до момента, когда старошку охватило пламя. Ни один местный житель не видел на шее Волкова золотую цепочку, которую нашли в старошке. Значит, кто-то еще мог туда зайти. Товарищ Лукьянов! Здравствуйте! Здравствуйте! Утром во время уборки куртку убитого нашли. Вот. Ну а с чего вы взяли, что это куртка Петрашевского? Так здесь же воротник оторван. Ну и что? Это ему пропавший, как его, Голобородько оторвал. Я сама видела. Интересно, а в этой деревне остался хоть кто-то, кто не был у Петрашевского? Закончив сбор картошки, после ужина в местной столовой студенты побежали на танцы. Ты сливаешь фотки местные? Не твое дело, Атфель. Ну, значит, это правда. Сейчас же дай мне мою половину. Кто пожалеешь? Че? Че слышал? Эй, эй, ребята, ну разошлись, быстро! Ты нарвался. Оперативник осмотрел куртку убитого студента. В кармане лежала записка. Надо срочно поговорить. Если не придешь, сильно пожалеешь. Жду на втором месте. Стас. Интересно. В поселке Дубовое заживо сгорел студент Белгородского петинститута Максим Петрашевский. Тот же вечер пропал и друг погибшего, Станислав Голобородько. У Петрашевского был конфликт с местным водителем Андреем Волковым. Максим и Станислав изнасиловали девушку водителя, Елену Семину. Она подтверждает алиби своего возлюбленного. В момент пожара Андрей был с ней. В ходе расследования выясняется, за час до происшествия Петрашевский и его пропавший друг поссорились. Эксперты сравнили почерк в записке с конспектами Станислава Голобородько в институте и сделали вывод, написано одной рукой. Золотая цепочка, найденная на месте преступления, также принадлежала исчезнувшему студенту. Свой подарок сыну на 20-летие узнала мать парня. Нужно было искать Голобородько, а для этого не мешало бы выяснить, какие дела связывали его с погибшим Петрашевским. И из-за чего они рассорились. Оперативники получили санкцию на обыск квартиры Голобородько. Отец Станислава работал на севере. Милиционеров встретила мать пропавшего студента Тамара. Не понимаю, зачем все это надо? А затем, гражданка Голобородько, что именно обыск может помочь нам в установлении местонахождения вашего сына? Ищите. А значки кто коллекционирует? А это Стасик мой. С детства коллекционирует. А вот это вот под диваном, что за коробки для пленок? У вас же не кинотеатр. Стас, а ну глянь. Не знаю. Не знаю. Хорошая коллекция. А ну, Ген, глянь. Оперативник сразу вспомнил показания директора клуба, которая стала свидетелем разговора друзей. Макс, ты сливаешь фотки местных? Не твое дело. Одна из девушек на фото имела приметный шрам на плече, хотя лица видно не было. А это все не его. Стасик у меня. Он хороший мальчик. Я его правильно воспитала. Вы не волнуйтесь так, гражданка Голобородька. Мы разберемся. Большинство порнографических фотокарточек, найденных у Голобородька, были разложены по конвертам. На них почерком Станислава написано «Жук» и «Ошпаренный». Явно клички. В милицейской картотеке нашли двух молодых людей, которые ранее попадали в руки правосудия. Это Дмитрий Иванов по кличке Жук и Олег Савельев, «Ошпаренный». Оба отсидели по статье 228 УК РСФСР за изготовление и сбыт порнографии. Милиционеры навели справки у осведомителей и выяснили, «Жук» и «Ошпаренный» не оставили свое занятие и промышляют в районе железнодорожного вокзала. Рано утром оперативники отправились на местный вокзал. На примыкающей к путям улице ошивалась местная шпана. Ничего не видать этих людей? Да нет, давай. Все нормально, ребят, милиция! Я сказал, стоять! Милиция! Жука и Ошпаренного доставили в прокуратуру. Там с ними решили серьезно поговорить. Дорогие мои разбойники, развратники и рецидивисты. Почему рецидивисты, спросите вы? Да потому что, не стесняясь уголовного кодекса, пошли вы на совершение повторного преступления. По пять с половиной вам, ребята, строгача. Плюс, буду ходатайствовать, набросить за оказание сопротивления при задержании, ну и найду еще кучу моментов. Так что, ребята, сидеть вам до старости неглубокой. И тебе, и тебе. Но выход есть. Вот фотографии двух джентльменов. Голобородько и Петрашевского. Если вы быстро и честно рассказываете мне, что связывало вас, и от чего водили вы с ними дружбу, то, может быть, вы не так уж и виновны. И сидеть вам гораздо меньше. Начальник, мы вместе недолго работали. Это Петрашевского идея была работать вместе. Честное слово, начальник, это его идея. И фотоаппарат тоже был его. А девок красивых Стасик у себя на физкультурном находил. Честно. А мы эти фотки продавали, изготовления не было. Вырученные деньги давали Петрашевскому. Да, но потом Стас понял, что Макс не всю сумму ему отдает. Стас понял, что Макс его кидает. Они подрались, нам с ошпаринами их и разнимать пришлось. Чем закончилось? Ну, они вроде как помирились, но Стас на Макса точно зуб точит. Ясен пень, Макс, крыса. Казалось, следствие вышло на верный путь. Молодцы. Найденные у Голобородька пленки и фотографии говорили о том, что парень решил сам справляться с доходным делом и избавиться от товарища. Но на следующий день пришло сообщение, что недалеко от поселка Дубовое рыбак вытащил из реки труп. Несмотря на то, что лицо утопленника распухло, оперативники опознали исчезнувшего студента Станислава Голобородька. Рути крепко связаны. Тело пробыло в воде дня 4, может, 5. Точнее, после вскрытия скажу. Ясно. Рыбак этот? Да, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а в какой части реки вы были, когда тело обнаружили? Ну, вот там, у рукава реки, видно, течение прибило. С чего его могли сбросить, как думаете? Может, там мост какой есть? Да какой тут мост? Думаю, на середину реки на лодке вывезли и того. А лодка вон привязана от чья? Рыбаков. Ну, пользуются все. Она без замка, только веревкой привязана. Смотри, что я нашел. Мастер спорта. А ну, переверни. Серийного номера нет. Это старого образца. Не факт, что это убийца его потерял. Но какая-никакая зацепа. Я приобщу его к делу. Хорошо, спасибо, Стас. Вот этот значок нашли на дне лодки. Он скорее ставил новые вопросы, нежели давал ответы. Значок старого образца перестали вручать в конце 40-х. В середине 70-х он был уже большой редкостью. Мастерам выдавали такой значок. И понятно, что никто из молодых спортсменов не мог носить значок старого образца. Оперативники выяснили, что рыбаки на днях покрывали смолой днище лодки. И никакого значка не видели. На воду лодку спустили в день, когда сгорела сторожка. Это дало еще один повод связать смерти двух друзей. Оперативник Лукьянов вспомнил, что видел большую коллекцию значков в квартире Голобородька. Однако мать утонувшего парня уверяла, что у сына такого значка не было. И, наконец, в сельсовете сообщили, что среди местных жителей нет ни коллекционеров значков, ни старых мастеров спорта. Это подталкивало сыщиков искать хозяина значка среди приезжих студентов или преподавателей. Субмедэксперт обнаружил в легких Голобородька воду. Это означало, что он был еще жив, когда его бросили в реку. В тканях погибшего выявили препараты тубокурарин и дитилин. Их используют анестезиологи для наркоза при операциях, когда требуется расслабить мышцы пациента. Возможно, это месть еще одной из жертвы насилия. Справиться с тяжелой деревянной лодкой, течением реки и сопротивлением Голобородька мог тренированный человек. Среди девушек факультета физвоспитания были грибчихи. Их в первую очередь и решил проверить Лукьянов. Извините. Наставником женской и мужской команд по академической гребле при Петинституте был заслуженный тренер СССР Анатолий Маковой. Я веду дело об убийстве вашего бывшего подопечного Голобородька. Анатолий Маковой. Очень приятно. Чем я могу быть полезен? С кем из ваших девушек-спортсменов Голобородька общался больше всего? Ну, он встречался с Галиной Перепелкиной. Больше я его ни с кем и не видел. Вот такой вот значок вы нигде не могли видеть? Нет, к сожалению, не видел. Хорошо, тогда у меня к вам просьба, Анатолий. Можно пообщаться с вашими спортсменками? Тренер согласился по очереди пригласить девушек, которые занимались в это время в зале на спортивных тренажерах. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Света Водопьян. У меня к вам такой вопрос. Скажите, вы могли видеть такой значок? Нет, извините, не видела. Спасибо. А второй вопрос посложнее. Скажите мне, Света, в съемках такого плана вам Голобородька никогда не предлагал участвовать? Нет, что вы! Света, да вы не волнуйтесь так, просто моя работа все знать. Огромное вам спасибо. Нина Матяшова. Правильно помню? Здравствуйте, да. Здравствуйте. А я вот фамилию вашу на стенде встречал. Спортивная династия? Почти. Мой папа здесь занимался. Все академики. Мой дедушка, папа, он тут работал. И теперь я. А что значит академики? Ну, занимаемся академической греблей. Ага. Скажите, пожалуйста, Анина, вы раньше нигде не видели такой значок? Нет. Нет, впервые вижу. Лукьянов обратил внимание на приметный шрам Матяшовой. Точно такой же он видел у одной из девушек на порнографических фото, найденных при обыске в квартире Голобородька. Я прошу прощения. А откуда у вас этот шрам? Авария. Мы с папой пять лет назад в аварию попали. Папа погиб. Простите, я просто тяжело переживала всю эту ситуацию. Мама второй раз замуж выскочила. Я с отчимом не сошлась, сразу же в общежитие переехала. Местным общежитие не дают, но спортсменам сказала, что мне так проще будет спортивный режим выдерживать. Живу в комнате с подругой Галей Перепелкиной. Хорошо, Нина, спасибо вам большое. У меня больше вопросов нет. Лукьянов решил не задавать Нине вопросов о порнографических фотографиях. Дело деликатное и пока непонятно, как девушка может себя повести. Лукьянов поручил младшему оперативнику поговорить с подругой спортсменки. Галина Перепелкина не только дружила с Ниной, но и, по словам свидетелей, встречалась с Голобородько. Все нормально. Георгий Марченко, занимаюсь расследованием гибели Петрашевского и Голобородько. Я знаю, вы со Станиславом встречались. Разве это можно назвать «встречалась»? Погуляли месяц, да разбежались. Мы постоянно ссорились, спорили. А перед поездкой на картошку у нас состоялся страшный скандал, после чего я и решила, что хватит. Что случилось? Пришла я к нему домой. У него полуголая девица бродит по квартире, и он еще врет, что это по делу. Нина Матяшова с Голобородько общалась? Нет, что вы. Она терпеть его не могла, и мне постоянно говорила, чтобы я с ним рассталась. А что делала Нина, когда все вернулись после пожара? Ну, в зале она была, там, где мы спали. Рассказывайте. Нина ушла с танцев. Да, это и есть в ее показаниях. Сказала, живот болел. Да, но я думаю, что она ходила с кем-то на свидание. А почему вы так думаете? Когда я прибежала, Нинка как раз из душа вышла. Но понимаете, полотенце ее было сухим. Что ж, на этом все. После рассказанного Галиной Перепелкиной, Лукьянов решил снова съездить в Дубовое. Там он встретился с вахтером, которая дежурила в вестибюле клуба. Та проверила по журналу. Матяшова в день убийства студентов забрала ключ от зала, в котором спали девушки в 19.00. Лукьянов решил проверить окна в помещении душевых, которые были в клубе на первом этаже. Он с легкостью выбрался наружу, прогулялся по окрестностям деревни и точно так же, без проблем, вернулся назад в клуб. Дежурная его отсутствие не заметила. После того, как алиби Нины оказалось под сомнением, у Лукьянова появились основания повторно встретиться с девушкой. Иду, иду. Но вначале он решил поговорить с ее матерью. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из милиции. А, проходите. Ну, молодцы. Быстро вы. Я прошу прощения, а что именно мы быстро? Ну, на мои заявления отреагировали. А некоторые ругают, что милиция у нас плохо работает. Но вы же по моему заявлению пришли на соседа, гражданин Симонько, 38 лет, который угрожал моей дочери. Ну, он урка. А она дурочка. У него еще додумалось денег занять. Да еще такую сумму. Тысяча рублей. Ну, это же уму непостижимо. Ничего себе. А зачем ей такие деньги? Так вот, я не знаю. И она не признается. Я про этот долг узнала два дня назад. Когда этот сосед пришел, начал требовать деньги, еще и угрожал. В поселке Дубовое заживо сгорел Максим Петрашевский. Позже в реке нашли труп его друга, Станислава Голобородько. В лодке обнаружили значок мастера спорта старого образца. Оперативники выяснили, погибшие парни занимались производством и распространением порнографии. На одном из пикантных снимков удается распознать личность девушки. Это Нина Матешова. Могла ли девушка учинить такую расправу? Она сейчас не часто сюда приходит. А тут пришла, так этот сосед со скандалом. Но я ее дома оставила, а сама собралась и побежала в милицию с заявлением. Я ей ничего не говорила. Вернулась, мы посидели, пообщались. Ну и она обратно в общежитие пошла. А в общежитие я ее сейчас застану? Если пойдете через парк, то догоните еще раньше. Не говорите ей, что я заявление написала, пожалуйста. Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. А ну стоять, ты когда Симону деньги отдашь, ты чего кинуть решила, а? Нет, пожалуйста, отпустите, клянусь, я все верну. Не ной, снимай цепочку и сережки. Проценты набежали. А ну бросай нож, стрелять буду. Бросай ствол подальше в густы, а то девку зарежут. Скажите мне, Нина, зачем вы одолжили у Симонько тысячу рублей? Мама твоя ведь мне все рассказала. Да не брала я у него этих денег. Врет он все. Да? А бандит, который на тебя напал, он кричал, что отбирает у тебя золото за долги, я слышу. Ты раньше встречала этого человека? Я видела этого человека впервые. Просто я испугалась и не поняла, что он мне хочет. А скажите мне, а вот по поводу этого, что вы можете сказать? Эти снимки были обнаружены при обыске в квартире Голобородька. Ну, объясни, как твое изображение в таком виде могло оказаться в руках Петрашевского и Голобородька? Я сама дура. На втором курсе я встречалась с Петрашевским, и он уговорил меня сняться раздетой. Он сказал, что снимки только для него, и что никто их больше не увидит. Видимо, передал их своему приятелю. Я спрошу тебя прямо, они шантажировали тебя этими снимками? Чем тут шантажировать? Лица-то не видно. Хорошо, но ведь они занимались изготовлением порнографии, а значит, у них могли оказаться и другие твои фото. Да нет же. Максим не снял лица. Я не разрешила. Это подписка о невыезде. Пока тебе нельзя уезжать из города. Вы свободны. До свидания. Думаешь, это она? Держится уверенно. В любом случае, Гена, нам ее здесь не за что держать. Есть у меня, Палыч, одна мысля по этому поводу. Я вот времени зря не терял, а еще раз съездил к тренеру Маковому и в город-дел физкультуры и спорта. И посмотри, дорогой мой Палыч, что я там нашел. Лукьянов вспомнил фотографию, которую видел в кабинете тренера Макового. На ней Семен Матяшов, дед Нины. Как рассказал тренер, до войны Семен получил звание мастера спорта, но свою мечту выиграть чемпионат СССР не успел реализовать. Помешала война. Спортсмен добровольцем ушел на фронт и погиб под Брестом. А его значок стал для близких семейной реликвией. Ой, как хорошо, что я вас здесь встретила. Я вас слушаю. Вы уже один раз спасли Ниночку. Боюсь я за нее. Понимаете, у них в команде творится черт знает что. Вот. Что это? Эти препараты я нашла у нее в вещах. Это мышечные релаксанты. Я медик, я прекрасно знаю, как работают эти вещества. Думаю, Маковое заставляет их колоть себе релаксанты после изнурительных тренировок. Ну, это серьезное обвинение. А вот что, в этом пузырьке вообще страшно себе подумать. И пускай он будет 10 раз заслуженный, но надо найти на него управу. Давайте мне разберемся. Экспертиза определила, что в пузырьке смесь тубокурарина и детелина точно в таком же соотношении, как в организме утонувшего голобородька. Нину Матишову задержали. А это тот самый препарат, которым ты парализовала Станислава Голобородька. А на нем, Ниночка, твои отпечатки пальцев. А это значок твоего дедушки, героя войны. Его мы нашли в лодке на берегу реки. Так вот он где оказывается. Максим и Станислав меня изнасиловали. Петрашевский заприметил красавицу-спортсменку Нину еще с первого курса. Но на ухаживание избалованного студента девушка не отвечала. Ей нравился парень из простой семьи, Станислав Голобородька. И когда тот позвал ее на день рождения, Нина приглашение приняла. А что, больше никого не будет? А что, тебе еще кто-то нужен? Стас, ты сейчас один из лучших грибцов в команде. За тебя и твои будущие победы. Ты такая красивая, Нина. Секунду. Посмотрю, кто это. Ты, кажется, не рада меня видеть. А зря. Стас, помоги. Стас, помоги. Мамина снотворное рубит на раз. Помоги положить ее на кровать. Об изнасиловании Нина не заявила. Расчет насильников был верен. Дисциплинированная студентка и подающая надежды спортсменка побоится огласки. Нина, подожди. Отстань, мерзавец. Полегче. Завтра принесешь мне 500 рублей. Или эти фото по всем аудиториям гулять будут. У меня не оставалось другого выхода, как одолжить деньги у соседа и отдать им. Через несколько месяцев они проигрались в карты и снова начали вмогать у меня деньги только уже за напечатанные снимки. А Стас еще и начал требовать значок. А откуда он узнал о значке? На факультете физ. воспитания повесили стенд с фотографиями спортсменов, ушедших на фронт. Голобородька заприметил на фотографии Нининого деда уникальный значок. Я долго думала, как от них избавиться. Нине подсказал случай. После очередной ссоры ее подруга Галина решила порвать отношения с Голобородька. Станислав, который не привык, чтобы его бросали, попытался удержать девушку угрозами. Нин, подожди. Ты в одной комнате с Перепелкиной? Да. Передай ей. А что это? Это записка. Остаса. Надо срочно поговорить. Если не придешь, сильно пожалеешь. Жду на втором месте. Стас. О встрече Нина сказала подруге на словах, а записку забрала себе. С ее помощью девушка планировала переложить вину за смерть Максима на Станислава. Перед поездкой в колхоз Нина достала мышечные релаксанты, которыми планировала парализовать насильников. Ну, хватит цирк устраивать. Принесла? Принесла. Подавись. Тварь! Я знаю. Ты не можешь разговаривать. Руки и ноги у тебя не двигаются. Слушай, это конец, Стас. Ты не привык отвечать за свои поступки. Ты умираешь за все. За меня. За фото и за этот значок. Матюшева, ты? Мне нужен доктор. Помоги дойти до клуба. Ты что творишь? Ты что, больная? Открой! Помоги! Помоги! Помогите хоть кто-нибудь! Матюшева! Помогите! Тебе не кажется, что ты поступила с ними очень жестоко? Нет. Я так не думаю. Они не дали мне шанса защитить тебя иначе. Они не давали шанса и другим девушкам. Я не жалею, что так поступила. И думаю, многих спасла. Ну не плачь, дочь. Проиграть это не страшно. Главное в этой жизни никогда не сдаваться. И запомни. Борись. И рано или поздно ты обязательно победишь. Хорошо, папуля. По делу Нины Матюшовой дали показания несколько девушек, которые их изнасиловали Петрашевский и Голобородько. Изучив все материалы, судьи приговорили Нину к 10 годам лишения свободы. Свой приговор спортсменка приняла стойко. Не сломила девушку и тюрьма. Нина вышла на свободу в 29. В 30 вышла замуж и сменила фамилию. Бывшая спортсменка уехала из Белгорода. Уже в другом городе она родила двоих детей. В родной город Нина больше никогда не возвращалась. Субтитры создавал DimaTorzok